Привет! Сегодня у нас второе занятие марафона. Сегодня мы будем рисовать макароны. Очень красивый, яркий десерт. Мне они нравятся внешне, но сама их не люблю. Но порисовать мне давно их хотелось. Они такие всегда разнообразные, красивые. И я выбрала референс с очень нежным цветом макаронами. Сначала намечаю их, как всегда. Для формы у них простая форма в виде такого овала, рассеченного пополам. Так как это две таких печенюшечки, которые соединены между самой кремом. И на референсе эти макароны перевязаны такой тоненькой ленточкой. Вот я сейчас очень быстро наметила форму макаронов. Сейчас я добавляю на рисунок ленточку. Завязываем узелочек. Здесь такой бантик торчит немножечко. Ничего я так сильно досконально не прорисовываю. Клеточки сейчас никакие не вывожу. Клеточки вообще можно будет сделать просто самим цветом уже. Но я, так, как сказать, по-быстренькому намечу штриховочкой вот эту сетку. Так, здесь будет крем выглядывать такой шоколадный, судя по всему, судя по фотографии. Макароны такие объемные, плотненькие подушечки такие две. Вот, это все мы покажем цветом. И рядышком лежат ягодки. Вот я сейчас их нарисую. Мне очень понравился этот референс тем, что много таких вот повторяющихся маленьких элементов. Чтобы эти ягодки были объемные, здесь нужно поработать цветом. Вот, как раз на этих ягодках мы с вами потренируемся делать, получается, объемными их. Вот, несколько ягодок. Тоже просто их одной линией тоненькой намечаю. Вот, вот, скетч у нас, линейный рисунок полностью готов. Таким образом я намечаю клеточки, что они там у меня будут, чтобы просто не забыть. Вот, крест-накрест просто нанесла эти клеточки. Так. Теперь начинаю с серого цвета. Я показываю тени на этих ленточках. Они черно-белые, но сама вот эта вот, сам белый цвет на этой ленточке, он не такой белый. Вот, поэтому я покрыла его серым цветом. Здесь сбоку тоже забыла нанести вот эти клеточки. Сейчас я вот этим занимаюсь. Теперь нашла, подобрала цвет для макаронов. Я надеюсь, что я правильно называю их, потому что как только их не называют. Вот, просто заливаю эти пироженки таким нежно-каким-то персиковым цветом. Оставляю те места, которые явно освещены цветом. Просто покрываю, даю такой основной тон, общий тон. Что они у нас будут не зелеными, не синими, а вот такими персиковыми. Теперь я беру более яркий персиковый цвет и прохожусь им там, где тень падает. И видите, такая пористая текстура есть на них, получается, сверху и под кремом, вытекающим из них. Вот, я наношу и, получается, в этом месте цвет такими точечками. Здесь тень падает от бантика, от ленточки. Размываю. Для тех, кто работает маркером, не забываем размывать, добиваться плавных переходов между цветами. Здесь потемнеет уже. Внимательно смотрите на фотографию. Я всегда не устаю это напоминать. Смотрите, анализируйте. Сегодняшний урок, он не сложный, абсолютно простой. Такой нежные такие цветовые сочетания. Не переусердствуйте, не перетемните. Пусть они остаются такого же нежного цвета. Если вы рисуете по этому референсу. Возможно, вы выбрали свои макароны какие-нибудь, либо что-то подобное. Здесь вот крем выглядывает. Я его таким темно-темно-коричневым цветом показываю. Мне кажется, он шоколадный. Вот. Видите, какую уже приобретают форму, объем. Ягодки я закрашиваю таким. Таким, ну, он серовато-фиолетовый у меня такой цвет. Мой любимый цвет в маркерах из серых, из серой гаммы. Я очень часто им пользуюсь. И более светлым серым цветом я размываю границу. И получается, что у меня остается такой блик. Потом мы еще будем детализировать элементы маленькие. Эти ягодки. Тоже размываю. Так как ягодок несколько, друг от друга они тоже дают какую-то тень. И поэтому вот ягодка, которая в серединке, она вообще в тени оказалась. Вот так вот, быстренько-быстренько. В любом случае, даже сейчас, если посмотреть на скетч, можно уже на этом этапе его оставить законченным. Он уже будет смотреться достаточно интересно. Сейчас я поработаю над ленточкой немножко. Там есть такие явные, очень темные полосы на них, в краю, на этой ленточке. Дальше вот эти пятнышки я наношу просто как в шахматном порядке. Да, вы там можете ошибиться, но ничего страшного. Если вы что-то вдруг закрасили нечаянно, вы потом можете поправить это гелевой ручкой. Даже если у вас нет гелевой ручки, и вы не поправите, все равно это не будет смотреться как-то ужасно. Эта ошибка будет совершенно не видна в конечном варианте рисуночка. Такими вот пятнышками на меча я тоже не пересчитываю никакие клеточки. Вы достаточно быстро можете себе позволить это сделать. Не зацикливайтесь. Так, вот что получилось. Теперь я детализирую. Еще посильнее. На ягодках немножечко подправить форму, если я где-то там вышла за рамки. все-таки. теперь я работаю над тенью от каждого предмета всегда есть тень вот если только на него не падает свет со всех сторон вот я наношу ее так условно схематически ничего особенного не прорисовываю вот но после того как я ввела эту тень у меня предметы таким так как говорится приземлились то есть они теперь лежат на плоскость они не летают поэтому старайтесь всегда тень рисовать от предметов разберитесь с тем откуда падает свет откуда тень и рисуйте вот тень возле самих предметов всегда темнее чем она дальше от предмета тем она так более рассеивается и сходит на нет потом вот видите замечаете как теперь лежат прямо предметы на столе есть мне хочется вот эти точки нарисовать на референсе видно что это видимо такая скатерть ткань и там есть такой рисуночек с точечками веселее сразу будет выглядеть скетч вот также гелевая ручка мне пригодится для того чтобы подправить где-то не точности вот я сейчас поправляю ленточку там где закрасила слишком сильно потому что на вот этот вот кусочек правый бантика падает свет и я сделала там побольше светлого ну и восстановить эффект этой шахматки здесь тоже просто точечек наставила так как ленточка сбоку там не видно всех этих квадратиков карандашик мне пригодился для того чтобы немножечко добавить еще светлых точечек на ягодках видите они сразу такими объемами становятся и это очень удобно делать именно белым цветным карандашиком так же вот можно размыть сделать плавный переход светом на макаронах потемнее еще крем сделала немножечко прям просит сюда поярче темный цвет добавлю еще фактуры вот этой неровной пористости просто точечками работаю вот пирожные приобретают уже у нас законченный вид есть над под верхним макароном тоже есть тень от ленточек тоже падает немножко тень наставлю еще точечек беленьких вот законченные штрихи скетч готов